Субтитры делал DimaTorzok Все так неожиданно. Да, я и сам не хотел сегодня об этом говорить. Это само собой получилось. Но я очень этому рад. Нет, что ты, дело не в тебе. Ну, я понимаю. Я тоже очень волнуюсь и даже напуган. Хотя я уверен в своих чувствах к тебе. Я не уверен, правильно ли это. Ну, что же делать? Когда кто-то кому-то признается в любви, то нужен однозначный ответ. Но каким бы он ни был, всегда его трудно произнести. К тому же сейчас, через пару секунд, меня утащат отсюда. В общем... Я понимаю, все хорошо. Мне тоже нужно собраться с мыслями, но мы обязательно об этом поговорим. Очень скоро. Прошу тебя только об одном. Не отвергай меня и не убегай. Пусть до нашей встречи все будет как прежде. Как прежде. Это будет трудно, но я постараюсь. Иди, пока он сам не утащил тебя. Иди в офис. Одна. Александр Викторович, я вас прошу, а пойдемте вместе в офис? Женя, кто здесь босс? Я тебе сказал, уходи, значит, уходи. Ясно? Да. Итак, о чем вы тут говорили? Ты головой ударился? С чего я буду тебе докладывать? Я тебе говорил, она мне нравится. Я тебя предупреждал, осторожно. Женя для меня особенная. Тут я с тобой согласен. Женя действительно особенная. Макс, я скажу тебе один раз. Честно и от души. Я готов прямо сейчас отдать тебе компанию. Я понимаю, что ты готов сделать все, что угодно, чтобы я оставил Женю. Ты вообще слышал, что я тебе только что сказал? Я готов передать тебе БАД ГРУП прямо сейчас. Или ты не веришь собственному счастью? Ты действительно так влюблен? Да. Действительно так. Я не могу без нее. Саша, послушай. Ты встретил ее совсем недавно. А до этого совсем неплохо жил. Макс, ты забыл, как я жил? Ну, почему, ну, ты выглядишь круто, у тебя все есть. Ты расчетливый, у тебя нет принципов. Зачем тебе еще и Женя? Оставь ее мне, а? Боже мой, зачем я тебе об этом говорю? А ты считаешь, выглядеть круто, это просто? А мне тоже приходится не сладко. Мне нужны уют и спокойствие, которые дает Женя. Ты посмотри, как мы себя ведем. Хотя оба не знаем о ее чувствах. Я пошел, можешь меня не провожать. Я провожу тебя. Девушка, я как малолетка, как дитя безмозглого. Я всегда таким был. Короче, безмозглое дитя не принимает твои аргументы. Сейчас мы выйдем и найдем место поговорить. Пойдем. Вот у нас масло все решать. Тихоря, да? Вы совсем уже? Что вы делаете-то? Ты никогда меня не слушаешься. Ну, я рад, что ты сюда заглянула. Ты наверняка все видела. Верно, да? Вот этот вот красавчик. Он боится драться за тебя. Он стесняется вот на людях. Нормально? Доволен? Пойдем же. Да что? Максим, в порядке? Ты не в свой урок? Да что с вами такое? Ну, что мне делать? Стойте. Остановись, да прекратите. Слушай, это же наши братья. Младшая батуре. Они что, братья? Да, двоевые. Ну, вы же публичные люди. Надо это в офис сообщить. Что? Вы уверены? Адрес? Да, я поняла. Никого не впускать, никого не выпускать. Мы скоро будем. Девочки, за мной. Вы в ловушке, гендиректор? Я перехожу. Нет. Оставь. Я не сдамся. Алло. Что? Да. Да-да, конечно. Конечно, да. Насчет оплаты наших услуг. Просит счет. Я пойду. Сиди, перепоручи кому-нибудь. Виктор Викторович, что-то у меня с желудком сегодня. Можно я схожу в туалет? Ну, давай, только быстро. Ага. Ну, иди, иди уже. Все. Да это все за тебя, Папулькин, сынок. Тебя дереве ставят. Ну, например. Прекратите, прекратите. Это нельзя снимать. Я прошу вас. Это частная жизнь. Помните. Я за тебя. Я за тебя. Прошу. Нет. 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 Так, не снимать. Убрать. Убрать. Ну, наконец-то. Я так рада, что вы пришли. Господи, не надо. Вот, перестаньте. Я прошу вас. Господи, перестаньте. Я вас прошу, прекратите. Не надо. Потом я вас все. Господи, не надо. Соберите. Господи. Может, вы еще всем сотрудникам в своем героическом подвиге объявите? В таком виде через центральную нельзя. Давайте через служебный. А то, Виктор Викторович, увидите, он убьет и вас, и меня. Нас уже заметили. Да. Серьезная диарея у тебя намечается. Ляпин, стой. Я сразу догадался, что что-то случилось. Но чтоб такое! Все ко мне в кабинет, быстро! Слушаюсь. Ляпин. Да. Отмени все мои встречи на сегодня. Есть. Опять? Опять? Почему ты всегда меня лупишь? Заткнись! Я уже вижу эти кричащие заголовки в газетах. Сыны племянник криминального авторитета Батурина набили друг другу морды. Максим, Максим, матери не говори. Не надо ее беспокоить. Идиоты! Еще раз такой повторится. Отправлю в наш тюменский филиал. Будете там работать. Все, пошли вон. Давай, останьтесь. Кто победил? Ну, что молчишь? Я спрашиваю, кто кому надавал? Кто победил? Ну, на самом деле, я на пару раз больше. Хорошо, хорошо, я понял. Ну, что ты смотришь? Мне интересно, да, интересно. Отцовское сердце, оно такое. Мне интересно знать, кто кому надавал. Ну, все, я все понял, идите. Женя, останься. Я? Да. Так, а почему? То есть, она здесь ни при чем, мы же не из нее поддрались, честно. Да не тарахти ты! Я сейчас не говорю о причине драки. Я просто хочу с ней поговорить, выяснить, не сорвал ли ты мне. Мне интересно знать, кто победил. Что не ясного, иди отсюда. Пошел вон, я сказал. Ну, что, есть ведь другая причина. Что? Что-что, причина в женщине? Виктор Викторович, это... Ты не мямли, ты скажи, да или нет. Виктор Викторович, это не совсем так, но... Ну, что? Ну, все было из-за Дианы, так? Что? Так ты тоже встречалась с этой секретаршей. О, это еще та особа. Ты не говори, мне даже пришлось поставить ее на место. Ну, конечно, грубовато получилось, но сама понимаешь. Знаешь, Марго, если честно, только прошу, никому... Нет, что ты, эта дряная девчонка меня запугивала. Тебя тоже? Представь себе. Знаешь, что она сказала мне? Что? Она мне говорит, а вы кто? Вы мама Саши или, может быть, вы мама Максима? Вы вообще кто такая? Это она мне говорит, кто я такая. Это вообще... Оля, она даже больше сказала. Она мне сказала, что это не мое дело. Оля, что это не мое дело? Послушай, это твое дело? Сказать тебе такое? Она сумасшедшая. Ты будущая теща Максима. Знаешь, это еще не решен вопрос. Марго! Не кричи на меня. Что? Проехали. Нам сейчас важнее решить, что мы будем делать с этой секретаршей-террористкой. Мы же не можем оставить это просто так. И что же мы будем делать? Предпримем методы криминального авторитета Батурина? Один звонок и... Зачем? Зачем? Мы просто отправим ее за границу. Чему-нибудь поучиться. На полный пансион. И с условием, что она больше никогда не вернется обратно. Ну, а я, естественно, смогу это обеспечить. Точно. Точно. Так и сделаем. Конечно. А раньше ты не была такой коварной. Да, Софья Борисовна. Значит так. Зарубите у себя на носу. Не дай бог, если с Женей что-нибудь случится. Я буду знать, кто в этом виноват. А вы знаете, как я решаю проблемы. Софья Борисовна. Мама, перестаньте. Почему вы так плохо? Думайте о нас. Я вижу вас насквозь. Софья Борисовна, послушайте, мне кажется, что вы как-то... Глупые девчонки. Раньше вы были совершенно другие. В общем, делайте то, что я вам сказала. И не провоцируйте меня. Понятно. 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 Хочешь знать, как я понял, что я без ума от тебя? Не знаю, знать не хочу. Просто я подумал, может быть, ты сама еще не понимаешь, что испытываешь настоящее чувство. Чувство к кому? К какому директору? К этому или к тому? Конечно, к этому. Что? Да как ты... Я пойду. Подрались? Саша и Макс? Я сам удивился. Ну, причина, по которой они подрались, я думаю, тебе известна. Из-за тебя. Из-за меня? Ну, да. Да нет, ты не подумай. Это не обвинение. Просто я хочу, чтобы ты сама разобралась со своими чувствами. Тем более, тут мама твоя ко мне приходила. Вы меня, конечно, простите. Но вы и вправду не догоняете. Мне очень жаль, что все так случилось. Тебе еще повезло. Если бы я не сдерживался, ты бы уже в больнице загорал. Ну, что? Ну, заходите. Или у вас лифтофобия? Или, может, вы, мальчики, больше со мной даже в лифте не хотите ездить? Вы дрались из-за меня? Нет. Нет. Знаю. На какую черту вы мной прикрываетесь? Ты прикрывался ей и не думал, а ты? Заткнитесь. Я вам этого не прощу. А тебе особенно. Ты кому это? А, Женю. А Женя здесь при чем? Молчай, ты кому сказала, а? Забыла, что я ненавижу молоко? Ну, ваша секретарь говорила, что вам надо его пить. Молоко помогает успокоиться и уснуть. Если вам не нравится, я унесу. Постой. Дай сюда. Подожди. Заботится. Беспокоится о моей бессоннице. Как ты думаешь, может быть, она так проявляет свои чувства? Я думаю, что она хочет, чтобы вы ложились спать пораньше. Максим признался мне в любви. Да ладно! Недосягаемый. Ты что, серьезно? Угу. И педа в том, что после этого мой босс сказал ему, что тоже любит меня. И они подрались. Вот так не повезло тебе. Вась, меня это пугает. У палатки притормози. Да не парься. Ты всегда была особенная, другая. Да. И сегодня я это почувствовала. Я же говорю, у палатки притормози, ну. Заранее говорить надо. Я тебе дам заранее. И что? Тебе хоть кто-нибудь из них нравится? Ну, как парень. Что чувствуешь? Я чувствую, что они оба очень несчастны. Особенно хватит. Потому что мои чувства тоже очень важны. Но я должна о них забыть. Так будет лучше для всех. Для всех нас. Максим, мой ответ. Ты хочешь отказать мне? Я говорю, что... Извини у меня сейчас встреча. Давай в другой раз. В другой раз обязательно. Ты меня ненавидишь? Нет. Почему? Хочу сказать, что я... Извини. У меня сейчас интервью. Завтра. Хорошо? Извини. Максим, ну всего минуточку. Извини. Завтра. Давайте повторим. To see. To see. To describe. To describe. No, I noticed. No, I noticed. Молодцы. Главное понять, что в английском языке много часто повторяемых несложных форм. И не стоит бояться их использовать. Спасибо. До следующего занятия. I see. To describe. I noticed. To see. To describe. I noticed. No, I noticed. I noticed. I noticed. Спасибо. I noticed. Что это? Конфликт Виктора и Ольги Батуриных оказался на грани открытых боевых действий из-за драки в ресторане. Харьки облажались. Кто-то раздобыл информацию. И ситуация вышла из… Весь интернет завален снимками этой драки. Ну, еще бурлят слухи о том, что ваш старый конфликт с Ольгой разгорается с новой силой. В общем, ситуация довольно критическая. Ну, и что теперь делать? Оленька, дорогая, тебе помочь? Ну, если тебе не сложно, дорогой. Конечно, мне не сложно. Вот так. Ближе к друг другу, пожалуйста. Вот так. Вот так вот. Да, да, улыбайтесь. Отлично. Вот. Еще разочек. Спасибо. Вот. Спасибо. Вы что? Думаете, что все люди такие полные идиоты? Увидели фотографии и тут же поверили, что вы белые и пушистые. Мама, мы должны были что-то делать. Нельзя сидеть сложа руки, когда тебя поливают грязью. Да, мама, эти фотографии свидетельствуют о том, что мы поддерживаем друг друга. Замечательно. Вот и поддерживаете друг друга каждый день, а не только тогда, когда рядом с вами журналисты. Мама, два раза в неделю, два раза в неделю мы устраиваем совместный ужин. Ба. Два раза в неделю. Но, мама. Три раза в неделю. Ну, а вы, мальчики, вы в детстве были настоящие братья. Ну, действительно, братья. А сейчас? Вы что, берёте пример со своих родителей? Оленька. Попробуй вот это. Спасибо, Витюша. Братик, тебе нужны витамины. Спасибо. Мы продолжаем наши детские игры. В смысле? И мне и тебе нравится, Женя. Разве это не весело? Но ставки возросли, и я собираюсь выиграть. Получить и Женю, и бат-групп. Я тебе сейчас получу, и Женю, и бат-групп. Я тебе сейчас получу, и Женю, и бат-групп. Вы дурак. Вали отсюда. Ты чё? Вы что вытворяете? Оль, ну чего ты? Может, ребята решили в войнушку поиграть? Витя, Максим давно не ребёнок, а вот твой сын. Собирайся, мы едем домой сейчас же. А ты действительно в ту году никак не можешь понять, чем тебе это грозит. Это ты мне говоришь? Интересно, что ты надумала? Если действовать открыто, мы рискуем окончательно потерять все акции. Нужно два транзитных валютных счёта и надёжный офшор. Тогда есть шанс. Это уход в тень. А значит, риск. Не дай бог, кто-нибудь узнает. Та же Ольга. Тогда что, может быть, пока это всё приостановить? Нет, зачем? А давайте я лично сам всё это сделаю. Правильно, сделай это сам. Только если попадёшься, всё отрицай. Ты знаешь, как это делается. Да, и Александру ничего не говорить. Да. Это понятно? Конечно. Обязательно работать у вас в кабинете? Тут неудобно. А в приёмной опасно. Там на тебя охотится коварный крокодил по кличке Макс. Он притаился в засаде, ждёт, чтобы наброситься на тебя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Виктор Викторович. Хорошо. Нас ждёт гендиректор. Ты хочешь, чтобы я торговал кофе? Да не торговать, а открыть сеть кофеин по всей стране. Это очень перспективный бизнес. Ведь получилось же у тебя с этим парком развлечений. Слышала? Это ты слушай меня. Это твоё задание и сделаешь его самостоятельно. Ты должна только заставить его это сделать. Отмени все его дела на сегодня, все встречи. А ты поедешь со мной. Я не подумаю. Не понял. Гендиректор, пока вы нормально не объясните куда и зачем, я не сдвинусь с этого места. Всё, ладно, ну надо так надо. Поехали. Ну что ж такое-то? Всё, стоп. Женя, немедленно приступай к работе. Узнай всё про кофейни, подготовь мне отчёт и не смей появляться в приёмной. Помни, там за тобой охотится крокодил, ясно? Крокодил? Я тебе дам сейчас крокодила. Яснее некуда. Прости. Не хотел тебя напугать. Куда торопишься? В кофейню разобраться с сортами кофе. Понятно. У меня есть двадцать минут, так что я с тобой. А это эксперимент и поэтому я должна сама… Твой босс сказал тебе избегать меня? Верно. Ну, тогда мы просто обязаны пойти вдвоём. Пойдём. 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 Мы оба знаем, что ты ждёшь мой ответ. И я давно готова его дать. Но как только я начну, ты сразу же убегаешь. Да, ты права, я должен выслушать твой ответ. Но сегодня я не готов. Давай на следующей неделе. Жень, хочешь секрет? Я сегодня первый раз прогулял работу. Из-за тебя. О, вы уже здесь. Добрый день. Саша, садись. Садись, садись. В ногах правды нет. Да-да-да, хотя она, вероятнее всего, в кулаках. Ну, тебе виднее, да. Маргарита. Не много ли текста? Саш, присаживайся. Что за сходняк? Подбирай слова. Это очень важная встреча. Нам, наконец, пора решить вопрос вашей зианой свадьбы. Вы что, не понимаете значение слов «всё кончено»? Конечно, понимаю. Но моя дочь хочет быть с тобой. И настаивает, что ваши давние отношения требуют джентльменского завершения. А я не привыкла ей ни в чём отказывать. Джентльменского. После всего. Я чего-то не знаю. Я уже говорил, мы с Дианой расстались. После того, как она улетела, умер мой старший брат, твой сын. Но это же не по вине Дианы. Да, вы правы, не по её вине. По моей. Просто тогда я, сломя голову, мчался к той, которая просто так решила улететь, а потом вдруг вернуться. Мой брат умер из-за меня. Одно только её лицо напоминает мне об этом дне. Вновь и вновь. Как ты мог подумать, что я захочу с ней встречаться? Саша, постой! Саша! Ай! Ты готова взваливать вину на себя за этот несчастный случай? Тебе надо просто смириться, привыкнуть, забыть наконец, и всё будет хорошо. В тот день случилось то, что я не в силах забыть. Два человека, которым я верил, покинули меня. Я серьёзно смотрю на будущее Саши и Дианы, но если он не захочет, я не буду его заставлять. Это его личное дело. То есть ты действительно думаешь, что это единственная причина его такого поведения? Да? Виктор, открой глаза! Ну очнись ты, наконец! Она тоже считает меня тугодуманным. Почему? – Кляпин! – Да? Сашка уехал на моей машине. Как ты это допустил? Я думал, вы в курсе. Сейчас, сейчас заменим. Саша уехал один? Оля, почему ты всё время вмешиваешься? Прости, но мне кажется, это как-то неправильно. Вот сейчас я вообще не понял, о чём ты говоришь? Ничего. Я поеду. Оля, подожди. Могу я воспользоваться твоей машиной ненадолго? Нет. Я сейчас должна ехать. Ого ему. У неё что-то с головой. Да. Скоро будет. Ну пошёл ты. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. Вы меня, конечно, извините, но вы и правда не догоняете. Ты действительно тугодуман. Виктор, открой глаза. Ну очнись ты, наконец! Конец, ты в тормозы идешь. Я притащил за собой плохие воспоминания. Ну, когда я смотрю на тебя, эти мысли уходят. Ты мое спасение, Жень. Помнишь, ты сказала, что если делать что-то без обоюдного согласия, тебя могут принять за извращенца? Поэтому я тебя сразу спрашиваю, можно я тебя обниму? Нет, стой, я не соглашалась. Разве ты не сказала, да? Нет. Можно хоть чуть-чуть, хоть минутку? Чуть-чуть. Не уходи. Я не уйду, если вы меня не уволите. Тебе не убивай. Никогда. Борь, как ты напугал? Тебя не учили стучать? Я, я стучался, вы не слышали. Только не подумай, что мы тут-то. Чего я вообще? Вот ты какой! Заставлял меня искать эту сумасшедшую, а сам... Вот что ты приперся, а? Простите, я по делу. Это о продвижении парка развлечений. Ну так показывай! Да. Да, Виктор Викторович. Конечно. Бегу. Ну, почему ты мне не сказала, что Диана здесь ни при чем? Что они подрались совсем из-за другой женщины? Я пыталась сказать. Ну и кто эта женщина? Я не слышу ответа. Кто она? Гендиректор. Это я. Значит, все-таки ты. Я тебе что сказал делать? Я тебе сказал следить за Александром, а ты что наделала? Ты охомутала его? Виктор Викторович, я не собиралась, я не пыталась. Так получилось вообще само. Получилось. Главное, все, все кругом знали. Один я, как тормоз, ничего не знал и даже не заподозрил тебя. Простите меня. Ну, я понимаю. Понимаешь, Сашка? Но Максим, он же нормальный парень. У него же холодный расчетливый ум, он поступает рационально. Как ты его окрутила? Сама не понимаю, как они так? Ну, я допускаю, да. Наверное, наверное. Это как-то произошло так несознательно. Ведь даже и меня-то и очаровала. Вас-то как гендиректор. А? Виктор Викторович, я не подозревала, что вы... Э, ты что себе там надумала? Да ты мне в дочери годишься вообще. Да, тебе удалось добиться моего расположения. Это довольно трудно. Я... Я правда вам очень благодарна. Ой, да мне на твою благодарность. Ты хоть понимаешь, что ты не можешь быть вместе с Сашкой? В смысле? А, да, конечно, понимаю. Я и не планировала. Ну, вы сказали сделать из него мужчину. Подождите. Что значит? Вы что? Вы уже... Нет, нет, не то, не то. А ответных чувств у тебя к нему нет. И я надеюсь, не будет? Почему молчим? Я не слышу ответа. Я стараюсь, чтобы так было. Так вот ты старайся. И на работе старайся. И после работы. Потому что независимо от того, как я к тебе отношусь, хорошо или плохо, ты не можешь быть с Сашей. Понятно? Я не стремлюсь быть его женой. Это правда? Ну, почему ты не родилась в такой семье, как наша, а? Вместо того, чтобы валять дурака, получила бы какое-нибудь престижное образование. Ну, хоть бы какое-нибудь. Да нет, ты не обижайся. Я не хочу тебя обидеть. Просто пойми. Бизнес есть бизнес. Все этим сказано. Мы договорились? Да. Я помогу тебе. Я переведу тебя в другой отдел. Спасибо. Только, пожалуйста, Виктор Викторович, не переводите меня сейчас. Я хочу еще немного поработать с Александром Викторовичем, чтобы ему помочь. Ну, хорошо. Поработай. Поработай и просто жди моих указаний. А на нашем разговоре никому. Никто не должен знать. Иди. Спасибо. Женя, а где ты пропадала? В туалет выходила. А чего так долго? Все в порядке? Куда поедем на выходные? Съездим в лес. Хорошая прогулка по пересеченной местности, это то, что вам нужно. Ты же знаешь, я не люблю дикую природу. Тогда забудь. Ладно, ладно. Я согласен, лес так лес. Я с детства мечтал стать лесником. Или лесничем. Тебя увольняют или переводят? Переводят. Куда-то подальше. Я не хочу об этом думать. Не могу. Та-дам! А ты в тайгу собрался? Ладно. А тебе твой отец ничего не говорил? Ничего. Ну, кроме того, что у нас сегодня важный совместный ужин, я не смогу с тобой надолго остаться. Тебе нужна внутренняя сила, и ты должен бороться со своими страхами. Даже когда меня не будет рядом, понятно? Понятно. Тебе нужно тренироваться и делать пробежки, и говорить перед людьми. Женя! Подожди. Я устал. Я больше не могу. Так, если у тебя сбивается дыхание, значит, ты дышишь не так движением. Так, попробуй так. Значит, делаешь шаг правый, вдох, левый, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Что ты хочешь, чтоб я сделал? Произнеси трехминутную речь. Вон, перед ними. Давай, говори все, что тебе придет на ум. Вперед! Я знаю, ты можешь. Давай. Знаешь, как у меня сердце бьется. Вперед, вперед, вперед! Однажды с неба упал маленький светящийся камешек. Он упал на меня. Он попал прямо в голову и засел надолго. Но я ошибался. Это был не маленький камешек. Это была комета. Сначала я был сбит с толку ее появлением, но потом я понял, как она прекрасна. Она была уникальным созвездием качеств. Она была моей кометой Галия. Я не знал, зачем и откуда она появилась. И вначале меня это ужасно испугало. Но она принесла в мой мир радости и счастья и наполнила все светом. Моё сердце становится больше с каждым днем. Становится больше от той боли, которую она пережила. И теперь я в это верю. Я хочу, чтобы она дала мне еще один шанс. Я готов сделать все ради нее. Она это лучшее, что случалось со мной в жизни. Он про комету говорит или про девушку? Не знаю. Я надеюсь, я очень хочу, чтобы моя комета Галей осталась со мной навсегда. Когда ты со мной, я чувствую, что могу справиться со всем. Максим? Привет. Может, пообедаем? Сегодня? Ну, мы же договорились на выходных встретиться. Да, конечно. Да. Пора все расставить по местам. Все-таки Женя была более странной. чем обычно. Что-то мне подсказывает, что это не просто так. Опять побежишь искать свою Женю? Как ты теперь собираешься жить? Ты на что намекаешь? У нее хорошо рядом с ней, мне этого достаточно. Что значит твое теперь? Пап, отец, ты что-то задумал? Ты ей что-то говорил? Ну, есть кое-какие планы. Отец, не вздумай, я тебя не прощу. Останови. Эй! Д couple- Реал листю нет, не узнаешь? И это? Наши земли будет. Оно не souls. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Этот придурок сейчас выскочил из машины Как? Что с ним? Ты успокойся, с ним все в порядке Он вышел своими ногами, но забыл в машине Телефон и деньги Где вы его оставили? Ну здесь, недалеко от бульвара А, ага Спасибо Спасибо Сердце бьется спокойно Разум приведен Порядок Знаю, что тот, кто не рядом Мыслями только со мною Сердце бьется спокойно Спокойно Женя 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 Женя! Женя! Женя Зачем ты продолжаешь звать меня? Женя Женя Жень Жен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok